Привет! Мы с вами находимся недалеко от станции метро Волжская, салатовой ветки метро. И здесь, в районе Тексельщики, на юго-востоке Москвы, от Люблинской улицы до Волжского бульвара, проходит улица Шкулёва с односторонним движением автобиа транспорта в сторону Волжского бульвара. Длина улицы чуть превышает 1 километр. По одной стороне улицы находятся жилые дома, а по другой парк имени Шкулёва и больница номер 68. Так что это фактически не улица, а проезд. До 1960 года здесь находился город Люблино, ну и, соответственно, посёлок Тексельщики тоже, то есть подмосковная территория была. И эта улица до 1978 года называлась 4-й улиц Тексельщиков. Ну, сначала 4-й улица посёлка Тексельщиков, а потом просто 4-й улица Тексельщиков. Ну, по посёлку подмосковного Тексельщиков, который вот здесь находился и вошёл в состав Москвы в 1960 году. Ну, а в 1968 году улицу переименовали, назвали в честь революционного поэта, ныне малоизвестного. Ну, а когда-то, куда более известного в раннее советское время, автора слов известного в революционное время, песни «Мы кузнецы» Филиппа Шкулёва. Жил он в 1867-1830 году, ну, потому что он родился и жил неподалёку отсюда, в деревне Печальники. Ну, и тогда был пригород Москвы, а ныне один из московских районов. Вот, то есть непосредственно на этой улице он не жил, но в окрестах он жил. Улица, как я уже сказал, по преимуществу жилищно-социальная, но есть также больничная зона и, соответственно, парковая зона. Жилые дома здесь разных времен постройки и разной этажности. Пяти, шести, семи, восьми, девяти, двенадцать, тринадцать и пятнадцать этажные. И были построены они в промежуток с 1950-х годов до 2000-х годов. То есть в основном преобладают советские пятиэтажки, но есть также и уже некоторые современные дома. На первых этажах некоторых домов находятся магазины, салоны, аптеки, парикмахерские, медицинские, жилищные и другие нежилые организации. Помимо жилых домов также здесь находятся поисково-спасательные станции «Текстильщики», но это вот на берегу пруда, там в парке имени Шкулёва. Также рядом с парком находится и дворец творчества детей и молодёжи, дом детского творчества имени Аркадия Гайдара. С бассейном, там несколько зданий. Это бывший дворец пионеров Школьников Таганского, а потом Ждановского, а потом Любинского районов Москвы. Это здание было построено в 1967 году, но вообще первый дворец пионеров появился тут ещё в 1936 году. А в 1937 году этому дворцу пионеров было присвоено имя Аркадия Гайдара. В доме до сих пор находится много кружков, есть бассейн, проводятся разные мероприятия. На территории находится памяти Гайдара с тимуровцами, также футбольное поле с искусственным газоном, раздевалками, площадка для запуска авиамодели, детская площадка, столы для игры в настольные теннисы, шахматы, скамейки, газон, цветники, каток, зимой бывает. Ну и собственно территория огороженная и охраняется, ну ход свободный. Рядом также находится многофункциональный центр, с кафе Мираж, автошколы Вершина, офисами и другими организациями. В трёхэтажном здании под номер 2А. И ещё одно офисное здание под номер 2А, строение 1, построен в 2013 году на месте ещё одного ресторана «Берег». Ну а дальше вошёл территорию вот от парка и дальше туда до Волжского бульвара, занимает тоже по границам парка, проходит между этой улицей и парком, больница номер 68. Владение под номером 4 с несколькими корпусами, строениями. Там есть административные, терапевтические, хирургические, другие корпуса, также роддом, медицинское училище, поликлиника при больнице. В 2017 году также работа на пятом этаже Прославного храма иконы Божьей Матери от Рады и Утешения. Ну он больничный, то есть и свободного доступа нет. Ещё на улице находится офисное здание двухэтажного под номер 9, московский строительный техникум и строительный колледж. Ну бывший ПТУ, ну а теперь уже геробрабатывающий строительный ПТУ. Ну а теперь соответственно уже техникум и кольж строительный. Ну примерно в профиле остался, тот же самый, что и был в Советском районе. И общежитие рядом в строительном поле же находится, под номер 27, строение 2. Ну а самое главное здесь на улице, это конечно парк имени Шкулёва, или зона отдыха на Нижнем Люблинском пруду. Официально это место парком не называется, называют зону отдыха на Нижнем Люблинском пруду. Но в народе вообще как-то называют зону отдыха парком Шкулёва. Ну так как-то более, наверное, и короче, и в общем более понятно. Создан в 1395-1996 годах, после окончания сооружения участка Люблинско-Дмитровской линии, вот этого салата в ветке метро, и входит в природный комплекс Кузьминки-Люблино. На берегу Люблинского пруда находят, вот, собственно, он создан. Вот этот парк, который входит в состав прудов, устроенных в 18-19 веках еще на реке Галидянке и ее притоках. Здесь была усадьба Люблино, она находится на противоположной стороне этого парка. Ну и в парке есть спортивные детские площадки, здесь есть пешеходные дорожки, скамейки, искусственное освещение, беседки, футбольное поле, теннисные корты, есть проказ спортивного инвентаря, пляж, спецколо-спасательные станции. Ну и как раз в парке находится один из выходов от станции метро Волжское. Так что здесь как раз можно выйти непосредственно в парк, и здесь погулять на берегу пруда, но заодно и выйти на улицу, посмотреть уже на некоторые сооружения, некоторые дома могут. Представьте, интересно, особенно 5-6-этажные, построенные еще в 50-е годы. А когда здесь было Подмосковье, некоторые дома сохранили, что в Подмосковье время. Ну и добрался легко, метро Волжское и дальше. Собственно, пешком совсем рядом. Также можно от Волжской, а также от метро Сихильщики и Люблино доехать, проехать по этой улице на автобусе 228. Он проезжает всю улицу. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok